В Актюбинской области рост цен на продукты питания достиг 26%. Примерно настолько же подорожали и моющие средства. Чтобы закрыть проблему дефицита сахара, в регионе планируют построить сахарный завод. Почему в магазинах стремительно дорожают товары, выясняла Лайла Уесова. В актюбинских супермаркетах не успевают менять ценники на хозяйственные товары. По словам покупателей, стоимость шампуня, стирального порошка и средств для мытья посуды растет с каждым днем. Говорят, семейный бюджет и без того трещит по швам. Теперь хозяйки перешли на режим жесткой экономии. Да, я заметила, что хостовары подорожали. Примерно, наверное, в два раза дороже стали. Также ассортимент в магазинах уменьшился. Например, такие, как моющие средства для посуды, капсулы для посуды, стиральный порошок. Все подорожало. Страшно в магазин заходить. Даже обычное мыло на 100-150 тенге. Покупаешь аналоги, но они некачественные и быстро заканчиваются. Хотя многие хостовары Казахстан производит самостоятельно. Например, за первое полугодие в стране произведено порядка 15 тысяч тонн моющих и чистящих средств. Однако в Актубе большая часть товаров завозится из соседней России, где шампуни, стиральный порошок и зубная паста также подорожали. Теперь предприниматели ищут других поставщиков и уже договариваются с турецкими производителями. А вот цены на социально значимые продовольственные товары власти региона пытаются держать на контроле. На формирование стабилизационного фонда области выделено больше 2 миллиардов тенге. На 2022 год была закуплена мука пшеничная первого сорта для производства социального хлеба. Далее из овощей картофель, лук, морковь, капуста. Из бакалейной продукции было закуплено подсолнечное масло, рис шлифованный и гречка. В дальнейшем работа стабилизационного фонда будет продолжена. Кроме того, глава региона Ярлы Тухжанов часто посещает коммунальный рынок Табес, где местным фермерам предоставляют места для торговли. Здесь в основном торгуют мясом и овощами. Чтобы решить проблему дефицита сахара, в следующем году в регионе начнут строить сахарный завод мощностью 330 тысяч тонн продукции в год. На предприятии откроется 180 рабочих мест. Как сообщили в Акимате, турецкая компания готова инвестировать в экономику области 550 миллионов долларов и поделиться собственной технологией. При этом производитель намерен обеспечить завод собственным сырьем. На выращивание сахарной свеклы отдадут до 30 тысяч гектаров пассивных площадей. Лайла Уэсова, Жемат Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Актубе.